Утро воскресенья для казахстанских болельщиков выдалось эмоциональным. Поражение прославленного боксера, как гром среди ясного неба. Тяжелее всего пришлось маленьким болельщикам Головкиным. Ты хотел, чтобы Гена выиграл? Да. Ну ладно, ничего страшного. В следующий раз выиграет. Олимпийский чемпион, а ныне депутат Мажелиса Серик Сапиев с вердиктом судей не согласен. По его личному подсчету бой завершился в ничью. Теперь, похоже, неизбежна третья часть противостояния. В следующем, я думаю, будет обязательно реванш. И тут и нокаут возможен. Этого никто не исключал. И лучший исход боя возможен. Работа над ошибками будет, если проведена хорошо. Тактически будут они грамотно. Подойдут к этому бою. Здесь все возможно. Здесь только такое противостояние тактики и подготовки. В пользу возвращения говорят и прецеденты. История бокса знает немало триумфальных побед. Нет сорока и даже сорокапятилетних мастеров. Конечно, и в сорок восемь брали. Кто? Джордж Форман, Бернард Хопкинс. Вот они долгие жители в боксе. Я не помню, во сколько Джордж Форман. По-моему, в пятьдесят лет он выиграл титул чемпиона мира. Все возможно? Главное, сам Геннадий Головкин не потерял уверенности в силах. Сразу же после боя он заявил, что непременно вернется на ринг. Я боец, и я буду делать свою работу. И это и есть моя работа. То есть, как меня оценивают, это уже на мне судить. Конечно, я бы хотел вернуть. Но я буду делать свою работу постоянно. Конечно, мы будем разговаривать. Конечно, это было бы замечательно. Эксперты уже обозначили возможную дату реванша. Ориентировочно 5 мая следующего года. У Геннадия Головкина на подготовку есть целых девять месяцев. Мир профессионального бокса помнит десятки величайших трилогий. Это когда соперники выходят на ринг в третий и заключительный раз. Без преувеличения. Бой Triple G против Канело. И без этого уже вошел в историю. Анвар Шаликенов, Нурлан Утиген. Телеканал Алматы. Астана.